Приветствую всех, друзья! Мы продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Хабибу могут присвоить звание Героя России. Даниэль Карамье рассказал о том, когда лишат Хабиба чемпионского пояса. А также топовый легковец просуждал о том, кто должен драться за вакантный титул UFC. Всем приятного просмотра и мы начинаем. 4 ноября стало известно, что депутат Госдумы Гаджимурат Амаров написал заявление на имя президента Владимира Путина с предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России. В своем заявлении депутат отметил, что Орел неоднократно защищал и отстаивал честь России на международной арене, являясь представителем советской и российской династии спортсменов и активно популяризирует спорт и здоровый образ жизни в России, а также занимается благотворительностью. Однако многие отреагировали на эту новость с непониманием. Например, Александр Шлеменко, который прокомментировал это так. Звание Героя России Хабибу, в моем понимании, это все-таки перебор. Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть? Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает, но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нем деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание. Но для меня Герои, к примеру, те, кто воевал в чеченской компании. Там многие это звание посмертно получили. Также среди несогласных оказался и известный в прошлом боксер Костя Дзю. Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта? Это понятно. Даже не обсуждается. А звание Героя России я не понимаю. Как бы я не уважал Хабибу и все то, что он делает, это несопоставимые вещи. Друзья, ну а как думаете вы, заслужил ли Хабиб звание Героя России или нет? Напишите об этом в комментариях. Ну а мы двигаемся дальше и продолжая говорить о чемпионе, то его друг и партнер по команде Даниэль Карамье на шоу Ариэля Халивани предположил, когда Хабиба лишат звание чемпиона. То, что Хабибу не лишает звания сейчас это умно. И одновременно это говорит о ценности Хабиба. Мне не хочется, чтобы мои слова восприняли как нападку или оскорбление. Просто напомню, что Генри Сихуда объявил об уходе и в тот же день компания объявила о том, что Петр Ян будет драться с кем-то за вакантный пояс чемпиона. Вы посидите и подождете, надеясь, что он передумает. Данный ведь говорил, что он был на эмоциях. А когда эмоции уйдут, то сделает тридцатый бой. Думаю, что можно подождать до лета. Помните, когда Хабиб не мог драться, они сделали титул временного чемпиона. Я знаю, что всем это не нравится, но Дастин Парье заработал на бой с чемпионом больше, чем когда-либо благодаря статусу чемпиона. Джастин Гейджи заработал больше, чем когда-либо. Так что я всегда за временный пояс. Пусть парни заработают. К тому же все понимали, что Генри разыграл уход, как аргумент на переговорах по контракту. Но никто не решил, что Хабиб с этой целью ушел. Все не ожидали услышать его объявления и поверили. Рассказал Кармье. Ну а вернется ли Хабиб или нет, это большой вопрос. Однако сам босс UFC Дану Уайт вполне уверен, что Хабиб обязательно вернется ради одного боя. Хотя у многих мнение на этот счет разделяется. Я лично думаю, что в ближайшие пару лет чемпиону UFC точно не стоит ждать. И напоследок. В легком весе выстроилась целая очередь на вакантный титул. И один из таких бойцов Чарльз Оливейра, который занимает шестую строчку рейтинга и идет на победной серии из семи поединков. Боец уверен, что право сразиться за титул, должны разыграть между собой бойцы, расположенные в элите дивизиона. А сам он хочет сразиться с Дэном Хукером или Джастином Гэджи. Я уверен, что мне нужно подраться еще раз, прежде чем я смогу бороться за пояс. Конор Макгрегор будет драться с Дастином Парье, Тони Фергюсоном с новым парнем избилатром Майклом Чендлером. Тогда дайте мне Дэна Хукера или Джастина Гэджи. Пусть все дерутся в одну ночь. Они оба идут после поражений, а у меня семь побед подряд. Это действительно хороший бой для любого из них, заявил боец. Таким образом, в ближайшее время как в клетке, так и на просторах интернета будет просто нешуточная битва за звание главного претендента. Впрочем, легкий дивизион всегда отличался высокой конкуренцией среди бойцов. Пишите в комментариях ваше мнение, кто из бойцов больше всего заслуживает подраться за титул UFC. Ну а на этом я хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Также мне будет приятно, если вы поддержите выпуск лайком и подпишитесь на мой канал. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok